Микс Ньюс Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели Как мы анонсировали, новый мэр Риги Олег Буров У нас в студии, добрый день Поздравляю вас с назначением, я не знаю Праздновать или нет, но я так понимаю Что праздновать никак у вас, по крайней мере, не получается Поскольку само заседание Веческой Думы Продолжалось два дня Маленький перерыв на сон и опять за работу Добрый день, спасибо за поздравление Да, вот может быть такой вопрос, который Естественно, будем задавать те вопросы, которые Наши радиослушатели, всех режима интересуют Много было слухов, оппозиция здесь тоже постаралась По поводу вот Рига Сатексма И все вокруг него Там мы помним оппозиционеры-страшилки Что чуть ли льготы не отменят и так далее Что на самом деле? Естественно, ситуация В Рига Сатексме серьезная Да, им нужна будет дотация Дотация Необходимо больше Чем была в этом году Весь вопрос, насколько больше Я хочу сразу объяснить Ну, смысл этой дотации Значит, есть себестоимость Поездки Себестоимость Евро сорок девять Мы платим Рига Сатексме За всех Рижан, кто По соответствующей категории ездит бесплатно Мы платим, но мы платим сумму Меньшую, чем эта Сумма Мы платим где-то примерно Евро двадцать пять Дефицит образуется То есть, образуется дефицит Который Рига Сатексме Должна покрывать со своих денег Да И в этом-то и есть Историческая роль Самоуправления Что мы за это платим Поэтому так и получается Эта дотация Дальше что? Дальше то, что если Рига Сатексме Как большое предприятие Могло брать Какие-то овердрафты Какие-то краткосрочные Кредиты Было видно, что этот Такой снежный ком Он нарастает И Если бы не было Не было бы этого Скандала Не было бы этого Коррупционного скандала Который открылся То тогда Это будет ситуация Ну так по нарастающей Она была такая Простепенная Я говорю, как снежный ком Нарастал Но это бы не случилось Так резко И конечно Нужно было принимать Однозначно Так или так Ряд мер Чтобы снизить Административные расходы И прочее Но поскольку это Произошло резко Банки Которые так Очень насторожены Не только К Риге Как раз далеко Не только к Риге А к Латвии Все знаем Какие проблемы У бизнесменов Сейчас Ну вся эта история Банковская Уже всем известна Она абсолютно другая Не как была Несколько лет тому назад То банки Очень Настороженно Смотрят Они говорят У нас Вот это Нога Мы не нажимаем Совсем на тормоз Чтобы сказать Все Выходите Мы с вами Больше не работаем Но и на газ Не нажимают Вот такой вот Вот пока На такой нейтралке Выражаясь языком Автолюбителей Стоит это Да И Она Конечно Непонятная ситуация Когда Мы спрашиваем Я несколько раз Встречался с этим Клубом кредиторов И приезжают Из-за границы Много банков Это же В основном все банки Скандинавские Мы спрашиваем Ну какое домашнее задание Что нужно сделать Рига Сат Ну информировать Там все Да Ну все в порядке Хорошо Ну так что еще Нужно сделать Ну вопрос репутации Вопрос репутации Ну ты можешь говорить Ну что тебе Головой об стенку биться Говорить Мы будем исправляться Сейчас приступил То что говорится Они говорят Вопрос репутации Всережской думы Как учредителя предприятия К самому Рига Сатекс То что сейчас Делает временное правление Создало совет Будем сами Все риски По коррупции Тянили Посмотрели Проводится Реорганизация В предприятии Они это все Оценивают Говорят Все хорошо Ну вот репутация Думы Под видом репутации Думы Вот вы знаете Мне что-то у вас Не нравится Да Но это вот такой фактор Поэтому конечно С банками нужно встречаться Не надо давать повод Им на какие-то Радикальные действия Поэтому эта ситуация Непростая Но Что я хочу сказать Сразу же Нет У Политического Руководства У политиков Рижской думы Которые Возглавляют Сейчас коалицию Нет ни у кого Никаких сомнений Что все льготы Нужно оставить Не менять Я не могу Обещать новые Льготы И не буду Их обещать Новые гарантии Да Но вот существующие По проезду В транспорте Мы менять не будем Это важное заявление Я думаю Наши радиосудки Обратили внимание Заметили Что вы всегда Откровенно Отвечаете на все вопросы Такой может быть Личного характера вопрос Хотя мне много Знакомых тоже задавали Вы наверное Перед тем Как баллотироваться Мэра Наверное взвешивали Все плюсы и минусы Общались с семьей Советовались Вот все таки Что было Что все таки Вас подвигнуло Когда вы сказали Нет Нужно идти И нужно делать Потому что Был же соблазн У многих депутатов Я скажу честно Я человек команды Да И Если ты в команде То Ну то тогда Ты должен идти Может то был Соблазн Идти на досрочные выборы Да Не ну Можно идти на досрочные выборы Тогда вообще Речь идет о чем Тогда вообще Не нужно было идти Там например В депутаты Да Работать директором департамента Ты работаешь профессионально Да Думать Ну хорошо Там придут другие Сменятся власти Все равно воспринимают Как профессионала Да Но я командный человек И когда мне там позвонил В декабре Андрис Америкс И сказал Мне вот надоела Эта компания Против меня Ты становишься вице-мэром Это меньше всего Я желал в жизни Прийти на место человека Которого я Глубоко уважаю Глубоко ценю На меня с ним У меня с ним дружеские отношения Я знаю Что До него Как до политика Мне Ну до него Как до Луны Причем Не как Американским космонавтам Которые там Так и были А вот советским Космонавтам Которые туда не попали Да Тем не менее Я пошел Это было непросто Я знал что И ему непросто После таких лет Руководства Стать простым Рядовым депутатом Но я человеком Команда Когда я понял Что подошло Это время И скорее всего Ушакову отстранят И что я буду Исполняющим Думаю Я тоже подумал Ну как Нил Ушаков Один из самых популярных В стране политиков На протяжении Многих лет Он и Лэнберг Они возглавляют Все время Топы популярности Меняются президенты Меняются премьеры Они все время Они все время Лидеры Да То есть Это очень яркий политик Даже те Кто Его однозначно Не любят И никогда за него В жизни не голосовали Они Признают Что это Один из ярких лидеров И вот Становиться Вместо него И одновременно Он многие годы Все эти годы Был моим начальником Это очень Очень непросто Да Поэтому может быть То что я проработал Четыре месяца Исполняющим Бязанности Дума Это тоже Своего рода рекорд Это и плохо И хорошо Хорошо то что Я морально Подготовился К этой должности Я уже понял Да И Естественно Я от имени города Сейчас Это было В каких-то торжественных Моментах Я от имени города И поздравлял Рижан На перед Двадцатитысячной Аудитории Рижана Гостей города И решений И решений Которые от меня Ждут Он абсолютно Он абсолютно Другой Поэтому Я сейчас Очень хочу Чтобы быстрее Закончились Какие-то Организационные дела Можно было начать Работать Много интервью Много общих Таких Каких-то Протокольных дел Потому что Можно было бы Начать Вот на следующей Неделе Мы уже Встречаемся И с Руководством Департамента Сообщений И с Анной Владовой Которая Вице-мэра Она Ну скажем Надзирает Да вот По-латышски Слово Параудзиба За работой Двух департаментов Благосостояния Сатексмана Все равно По закону Все они находятся В подчинении У мэра Поэтому Естественно Никто ответственность Мэра не снимает Да и Ну ответственность Это одно Ну Должность мэра Это одно А другое То что я на самом деле По своему опыту Знаю Как такие тяжелые Проекты надо вести Я не специалист По дорогам А мостам Но я знаю С опытом Своих зданий Поэтому Естественно Мы начнем это делать Очень серьезные вопросы Касающиеся Зарплата Зарплата педагогам Детских садов Воспитателей Скажем Государство Заявило Что они поднимают Эти деньги Но они еще Их не нашли 710 до 750 евро Поднимать нам Эту минимальную ставку Это такая Программа Минимум Но фактически Ее принять нельзя Потому что Надо поднимать Всем остальным Примерно на эту сумму Зарплату Это 600 тысяч В этом году Начиная с учебного года И 2 миллиона В следующем году Все это не так просто Потому что Этих денег нет Я просто думаю Сейчас я скажу Я как-то сейчас Все время говорю Откровенно Смотрю Что у нас Было много Социальных программ Может быть Они некоторые Были Популистские Но понимаете Если популизм Я скажу честно Реализован То это не такая Плохая вещь Да Потому что Это уже не популизм Вообще Если он реализован Да Если он реализован Это не популизм Но все равно Но это как Скажем Это популизм Может быть За счет чего-то Может быть Не надо это делать Предложи Мне все бесплатно Да Мы тоже Все кто сейчас Нас слушают Едут на машине Многие Да Но если мы скажем У нас акция Подарок от города Сегодня всем Топливо бесплатно Популизм Популизм Хорошо это Хорошо Нужно ли это Всем Есть ли деньги Нужно ли это всем Есть ли И даже если есть деньги Нужно ли эти деньги Тратить именно на это Поэтому Такие вещи у нас Я могу сказать Реально На мой взгляд Были Есть И говоря об образовании Надо понять Учитель Это не обслуживающий персонал Учитель Это на самом деле Главный вообще персонаж Главный Ну да Как вы говорите Главный школьник конечно Но это в принципе Мы должны Обязательно Проднять Профессию учителя У нас С дипломом Педагогическим По улице Ходят очень много людей Работают ли они В системе образования Нет Они оттуда ушли Потому что это тяжелая работа Это не просто работать С людьми С детьми Это не просто работать С нами С родителями И за это они получают Такую зарплату Они идут Или в частное образование Или идут работать Где-то За пределами Риги В какие-то Районы Около Риги Где Большая проблема С образованием И Одна-две школы Или там пару детских садов И люди готовы Платить Гораздо более высокие зарплаты Поэтому Я считаю Вот зарплаты Техническое оснащение Школ Мы очень много сделали Вот чем я занимался У нас Красивые фасады У нас все восстановлено У нас красивые территории Все площадки спортивные Это безусловно Все очень хорошо Это тоже очень большая Тех же самых Вот как Спортивный квартал На Крышан-Барен Очень большая Социальная составляющая В то же самое время У нас Очень плохой Очень плохой Технический парк Оснащен Все что касается Компьютеров У нас в таком Жалком состоянии А это все надо Менять постоянно Да Поэтому Здесь надо смотреть Вот это Найти баланс В бюджете В составлении бюджета При всем При том что он будет Очень трудный Это абсолютно правильно А это связано с тем Что государство снижает Это связано с ситуацией В государстве Это связано с тем Что Да Долговременное обязательство Сейчас Все самоуправления Находятся в очень тяжелом состоянии По поводу софинансирования Европроектов Да Вот сейчас Вчера Сегодня ушла информация О том Как мы Ну так Грубо говоря Подставили Регасатекс Государство И сейчас у государства Да Вот я хотел как раз Попросить Фискала Телпа Увеличивается 70 миллионов Но из них 70 миллионов Это 20 Да Предыдущие Вот эти Потери А 50 миллионов Это Запланированная Покупка транспорта Новых трамваях Новых троллейбусов Ну да Но это обязательство Это все было Начиная с 2012 года Но сейчас просто изменилась Ну так скажем Бухгалтерия Эти цифры все время были Такие Изменилась Бухгалтерия Ничего нового не произошло Подход просто Это требование Ну так скажем Брюсселя Евростата И сейчас это появилось Просто в одной Ну так скажем Бухгалтерской Позиции Но говорить сейчас При Мне кажется В 8 миллиардном Бюджете страны О том что За 70 миллионов Мы не можем там Сделать индексацию Пенсии Всем жителям Латвии Это тоже Ну такое Очень политическое Заявление Да Не надо здесь Искать Крайнего А нет такого Ощущения Я понимаю Что эти дискуссии Уже давно ведутся И при еще Мэрии При Ушакове Что на самом деле Пытается Ну мало того Что в чем-то Ригу все время Обвинять Но есть же Объективная Реальность Когда господин Премьер говорит о том Что там Не знаю Рига Сатекс Всадила Бюджет страны А то что Рига Перечисляет По моему Фонд Выравнивания В этом году Если мне память Не изменяет 92 миллиона Это ничего Ну да Я не хочу Сейчас Понимаете Я не хочу Сейчас Начинать Вот эту политическую Дискуссию И футбол Я в принципе Вот этот футбол Отвечать Я не хочу Переходить На это Это мы уже Проходили И Ну Будем сказать Я не хочу Не вступать В такую дискуссию Не поддаваться На провокации Безусловно Не надо искать Других виновными Есть проблемы Мы их Готовы решать Самое главное Что Вот вы спросили Личное решение Понимаете Как Можно сидеть И говорить А вот они Виноваты Ну что мы делаем Когда сидим На кухне Еще если мы Что-то вытолим Все ругаем Кроме себя Мы говорим Что все виноваты Все Все виноваты И вот Я Как-то пару лет Тому назад По скорой попал Встрадание Я лежал Я тоже Бывший фельдшер Я лежал там Несколько часов Пока там Что-то со мной Не сделали Не пришли И потом в итоге Отпустили домой Я слушал Вот за этой занавеской Это была как радиопостановка Что говорят персонал Санитары Там медики Потом пришел врач Они все ругали начальство Мы-то тут что Мы бы могли сделать А вот они А вот они В правлении Ничего не делают Потом вот Открылась изданевская Я увидел А вот такая вот Абсолютная Вот как там Безнадега Точка Л Да Это было ЛВ Да И вот понимаете Вот я увидел А вот у них Они не верят Они не верят Они не уважают Свою работу Они не верят Я хочу сказать Что они виноваты Наверное нет Но вот они только занимались Что ругались Что ругали руководство И в это время Травили анекдоты Не знаю Я думаю что Я думаю что Вот не надо Не надо ругать Сейчас вот эта ситуация Когда нам нет кого ругать Я не хочу ругать Там правительство Кого еще ругать Глобальное потепление У нас сейчас есть У меня лично Есть возможность Попытаться сделать самому Я не волшебник Я не гарантирую Дорогие рижане Что это получится Но я хочу создать команду Команду единомышленников С которыми мы вместе Попробуем Изменить эту ситуацию И конкретно Вернуть доверие рижан Вот мы сейчас Примем звонок К радиослушке И потом В связи с этим Тоже будет вопрос Добрый день Слушаем вас пожалуйста Добрый вечер Вы знаете Я к вам отношусь В принципе нейтрально И вот я очень хочу Чтобы вы меня Прямо сейчас Приятно удивили Скажите пожалуйста За последние 10 лет Вот департамент Который вы возглавляли Он снизил Административные расходы Или повысил Спасибо большое Да по моему Что-то прервалось у нас Но общий смысл Департамент Который я возглавляю Снизил административные расходы Или нет Вы знаете Я не могу сказать Он увеличил штаты За счет того Что существенно Ну не столь увеличил штаты У него примерно 235 работников Я не думаю Что он увеличил Административные расходы Они остались те же В то же самое время Ну приходят Появляются дополнительные функции Я думаю Что он не увеличил Административные расходы Они остались те же По крайней мере Вот когда я говорил Я создавал команду Поймите меня Я работал с людьми Ну я считаю Даже это не надо говорить В прошедшем времени Я и сейчас Абсолютно их человек Человек этой команды Хотя на другой должности Департамент имущества Они когда Они не уходили Вечером в 5 часов Не выстраивалась очередь Уходить на работу Потому что знаете Как всегда Очень медленно поднимаются На работу И очень быстро убегают В 5 часов Вот команду вокруг себя Я создал такую Которые работали И вечером И выходные дни Они знают Что я им могу позвонить В любой момент Вот Например Начальник управления Борис Майзенберг Который он руководит Управлением По приведению в порядок Вот это управление развалин Скажем так Он знает Что я им могу позвонить И в 10 И в 11 вечера И в субботу И в воскресенье И он такой же Как я Больной на эти здания Он так же ходит Вместе со своей семьей И отмечает здания Которые в плохом состоянии Он их фотографирует И я знаю Что когда ему звоню И говорю Вот что это за здание Он практически На 90% Мне на это отвечает Они уже есть В его данных Вот я Когда Так же работал Я Я так же работал Как и он И поэтому он работает со мной И я вижу Что ему интересно Естественно Для него эта работа Она скажем Ну как Как наркотик Да Вот такие люди Которые хотят Изменить город Они рядом со мной И поэтому Вот они не просят Извини Я тут задержался На работе до 6 Вот у меня тут Распоряжение У меня эти Верстунда С дополнительные часы Работа Оплатите Да Нет 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 Да Но вот так же Те люди Которые вместе со мной Например архитекторы Строители Занимаются каждый год Ремонтными работами В школах И вот знаете Когда наступает Это 1 сентября И там стоит руководство Думы Мэр Вице-мэр Все стоят Я обязательно беру с собой Вместе архитекторов Строителей Вот когда им говорят Большое спасибо вам Что вы это сделали Я вижу у них Ну буквально слезы на глазах Или это парни Или это девушки Потому что они видят Результат своего труда Поэтому здесь В данном случае Нет Это все делается Например Вот та же Мне художница Арта Голберг Она Сделала Просто Вот сама Придумала Этот памятник Временный Памятник Погибшим Пострадавшим Золи туда Из стекла Я говорил Это архитрудная задача Это очень такой Трудный момент Тонкий Если он не понравится Его не примут Как будет Она сама сделала Эту концепцию Она сама Все это ходила Проверяла Когда его сделали Вот это стекло Мы были там И утром И вечером Вот это было сделано Поймите Она не получила Ни копейки Поэтому Здесь нет такого Административного Скажем Расходов По сравнению Как было дальше Нет Да Вопрос Который вам тоже задают Я думаю Будут задавать Еще конечно дороги Я вижу Что сейчас Все таки Ну летом Дураки и дороги Да Ну вот не знаю Что с первым делать Но со вторым Наверное Это власти Рейско-дума В том числе Я вижу Что сейчас конечно Вот латаются дороги Ну насколько это возможно В летний период Мосты Что вот с этим делать Хозяйство Значит что Дороги латаются В летний период Абсолютно правильно Да То что мы с вами Употребляем Слово латается Это абсолютно Это дает вам право Мне на следующий год Задать тот же вопрос По той же самой яме Да Это мы тоже с вами Понимаем Да Я хочу кардинально Изменить департаменте Сообщения Планирования Я считаю Что оно было Немножко Политизировано Когда политики Говорили Мы хотим Этот мост Мы хотим Эту дорогу Все это записывалось Может быть Заранее понимаешь Что ты это не освоишь Разрабатывались проекты Которые потом С годами Состаривались Появлялись Новые какие-то Указания Пожелания Объективные Или субъективные Неважно И поэтому Многие годы Рижская дума Жила И живет Сейчас С пониманием Что департамент Сообщения Не осваивает Деньги И я Как директор Департамента Имущества Каждый год Получал Деньги Зная Что они Их не освоят Потому что Каждый год Не освоят В то время Когда мой департамент Осваивал 97% Средств То у них Осваивалось По некоторым Позициям 30 Это все таки Связано с организацией Работы Я думаю Что это связано С организацией работы С организацией Планирования И поэтому И получается Ситуация Почему Нужно было Делать проект С 10 миллионов В строительстве Брасовского моста Который фактически Когда ты приходишь Говорит А что он даст Ну мы его так Ну отремонтируем Ну так Ну вот так Вот перемонт Это Но это ничего не дает Почему Почему Деглово мост Большие деньги Все Основа моста Вообще не планировалась Ее никто не посмотрел Ну как так можно делать В то же самое время Сейчас происходит Разработка Проекта Вантового моста Но мы отлично понимаем Что нам Надо закончить Дегловский мост Брасовский мост У нас Оставные Кручирования Да все правильно Островной мост У нас проективно Происходит Заметантом моста Мы сейчас смотрим Как и что Какое состояние Вэфовского моста Да Ну зачем нам тогда Проект Который мы знаем Мы его сейчас не реализуем То есть Нужно делать немножко Другое планирование Нужно смотреть Делать локальные вещи Раз нет денег на все Делаем локальные вещи Убираем эту аварийную ситуацию Во многих мостах Я походил Посмотрел Тот же самый Вайрога Парвац Он Ну который выходит На четверг Около Около Элкора Заканчивается Дворца культуры Вэфа Он в нормальном состоянии Но есть некоторые вещи Которые нужно делать Если ты сейчас не сделаешь Это не стоит Только денег Потом будет второй мост Брасовский Ну то есть тогда уже Это мы придем Это как с больными Если начнешь лечиться И не вылечишь вовремя То потом уже Да Потом уже Все становится Ну да Даже поздно Да Или гораздо Очень много Надо делать Сильных Сильных Вложений Да Поэтому Поэтому вот Это все Надо срочно менять Правильные решения Говорят о программе Парков Правильно говорят О том что Многие деревья Пропадают на улицах И не сразу появляются Поэтому такая Зеленая программа Я договорился С господином Степаненко Он безусловно Это поддерживает И безусловно Считает что это нужно Он возглавляет комитет По среде Да И он будет вот пробивать Эту новую зеленую программу Я уверен что Они вот это Они сделают Да Мне бы очень хотелось Чтобы Рига больше Обратилась к молодежи Студентам Все мы понимаем Что на выборы Приходят очень ответственный Электорат Очень ответственный Избиратель Это пенсионеры Безусловно Им тяжелее всего Сейчас В непростое Социальное время Это я Все понимаю Но Мы должны обратиться К молодежи Потому что Им жить в этом городе Им жить в этом будущем Мы на самом деле Вошли в 21 век И нам нужно смотреть На технологии 21 века На новации Новые 21 века Поэтому Кому как не им Прийти в самоуправление И высказать Свои новые идеи Поэтому мне бы На самом деле Хотелось Я не говорю о создании Каких-то советов Рабочих групп Я вообще боюсь Этого слова Рабочая группа Это как там было У Маяковского Хотя бы еще одно заседание По искоренению Других всех заседаний Да Но Вот суть Сделать на самом деле Платформу Когда в самоуправление Приходят Чтобы проверить Свои новые инновации Как нам в свое время Пришли Молодые парни И сказали Мы готовы Сделать такое предложение Как регулировать Отопление Например В школах В детских садах И вот оно стоит Например Сейчас эта система У нас в поликлинике На Селпилс Когда пятница вечером Отопление автоматически Снижается В 6 утра В понедельник Оно автоматически Увеличивается Да И вот Вот такой результат Да Это мы вложили Но Есть эффект Кто это сделал Это сделали наши Пару ребят Которые придумали Эту технологию Нашли инвестора Производителя Все происходит Вот такие похожие вещи В обслуживании Во многих других решениях Они городу нужны Поэтому Я знаю Что ваше радио Смотрят многие И обращаюсь На самом деле Если вы видите У вас интересная идея Ну не космического Плана Не на миллиарды Не будем делать Да Космодром Байконур И Спилва Да Но Такие интересные идеи Новаторские идеи Пожалуйста Мы рады вас видеть Это могут быть Технологии новые Это могут быть И вопросы Искусства Разные Вопросы Ну пожалуйста Приходите Звоните Пишите Есть и социальные сети Фейсбук есть Электронная почта Нам не очень простая Имя и фамилия Ну с буквы С конечно на конце Это Рига ЛВ То есть Олекс.буровс Олекс.буровс Эт Рига ЛВ Очень простая Есть Мой Фейсбук Пишите туда Мы будем сейчас Создавать команду Команду Тоже профессионалов Тех людей Которые с вами Встретятся И я всегда Встречусь Мы поговорим И посмотрим Если эти идеи Реализованы Причем зачастую Эти идеи Не просят Миллиона Да Поэтому Большое количество Деньги Придемся ненадолго Буквально минутка У нас рекламная пауза Я вижу что и много Звонков Вопросов есть Не переключайтесь Еще раз добрый день Уважаемые радиослушатели 612-939 Телефон прямого эфира Вот вы Когда только что Объявили результаты Выборов мэра Вы вышли Поблагодарили И своих партнеров И сказали Что в принципе Вы готовы Работать с оппозицией Наверное это правильно С одной стороны С другой стороны Но мы не видели Пока Может быть я не прав Какого-то конструктива От оппозиции Я уже Не хочу даже Повторять Там все Какие-то слова Которые были сказаны В адрес Правящей коалиции С одной стороны С другой стороны Вы тоже обратили внимание Что оппозиция У нее было минимум Два месяца Даже не попыталась Взять власть Которая Так можно сказать Лежала на дороге Вот как дальше Все-таки взаимодействуют С оппозицией Я понимаю Что всех избирали Рижане Кого в большем количестве Кого в меньшем Но вот как Найти вот это взаимодействие И нужно Я сказал Что нужно вернуть Доверие нам Я считаю Что доверие Нужно вернуть И депутатам Которые сейчас Что они показали О том что они Не могут объединиться Потому что партия Которая в оппозиции За Весту Розепа Проголосовала Только 12 человек А остальные Те кто задавали Мне 5 часов вопроса Задав 5 часов вопроса Они просто ушли Из зала То есть они этим Показали Что в принципе Их то не интересует Что происходит В городе Ну легче всего Там задать вопрос И там сказать Ну все так же И уйти Хлопнуть дверью Они в принципе Это сделали Да То есть Оппозиция не консолидирована И оппозиция Не готова сейчас К конструктивной работе По крайней мере Вот видно По этим шагам Безусловно Не все Из них И Безусловно Те кто Я думаю Голосовали За Весту Розепа Все таки Этим они показали Что они видят Что не только Внеочередные выборы Это единственный выход Да Я Подал Подаю Руку Оппозиции Вопрос Это движение Навстречу друг другу Мы готовы Я предложил Создать Межфракционный совет Где говорить О многих Может быть Таких Технических Вопросах Обсуждать Некоторые вопросы Которые Ну большие вопросы Может быть Принять Какие-то Их вопросы Ну в общем-то Начинать Разговаривать С ними Фактически Все сразу Сказали Что они готовы Но может Не сразу Через пару мгновений Кроме одной фракции Но потом Эта фракция Тоже согласилась Поэтому посмотрим Ну как вам сказать Вот пример Мы решили Могу сказать Такая новость Может быть Для рижан Ввести Налог для туристов Ну мы с вами Ездим Отдыхаем Ездим по городам И в любом городе Мы платим Вот этот Туристический налог Примерно он Плюс-минус Где-то евро в сутки Весьма символически И давно Решили его водить у нас По разного рода причин Дискутировали Почему надо водить Через несколько месяцев Давайте через полгода Не давайте через год И пока дискутировали Проходили Месяца и года И Ну скажем так Мы этот процесс Подняли Я встречался С Руководителями Ассоциаций Гостиниц Ресторанов Конференц Залов Мы очень конструктивно Поговорили Они указали На те проблемные вещи Это Трудно Собрать деньги Это по всему миру Те кто сдают Апартаменты Есть определенные Аппликации Мы знаем о их Да И Которые Которые вообще Милые гостиницы Работают Сами на себя Да Они работают Милые гостиницы Они это очень много Снимают И фактически Этого клиента Не видно Мы договорились Поэтому встретиться С службой госдоходов С видом И поговорить Как они смотрят На эту вещь Потому что Это выходит Такая Ну скажем Серая зона Вы в интернете Заказали себе Эти апартаменты Вы приехали До этого Перечислили Все по карточке Уехали И все Этот бизнес Ну непонятно Каким образом Вообще Проходит Мимо страны Также мы говорили О том Что вот эти деньги Которые мы соберем Мы будем направлять На развитие Инфраструктуры И конечно На финансирование Тех мероприятий Которые дают Узнаваемость Риге Как например Чемпионат мира Который будет По хоккейу В 21 году И многие Вот Рига Юрмала Фестиваль Который Классической музыки Который Замечательный фестиваль В Риге сейчас Проходит В концертном зале Динтере Я считаю Что Рижская дума Вот Рига с туризмом От Истеба с бюро Это вот Лифрига Артап Он мог бы тоже Софинансировать Потому что у него Приезжают с многих Других стран Это очень Такое Престижение Он подготовил Вчера Эти правила На кабинет министров То есть здесь Чтобы принять их В следующую среду На думе И оппозиция начала Говорить А мы не знаем Нас с этим не познакомили Это вообще Вот плохо безобразие Да Их не познакомили Но это все согласовано А мы не увидели Эти согласованные документы Но чтобы продолжать свою Ну как-то показать Свою историческую роль Все равно просили Этот вопрос отложить У оппозиции Было больше голосов И мне Мои партнеры Как и по партии Скалпутрига И Саска Они говорили Ну давай Мы голосуем Нас больше Мы победим Я просто сидел и думал Пока всю дискуссию слушал Что мы попадем Опять в то поле Что нас начнут критиковать Что мы не посоветовали Что мы не показали У всех были разумные предложения Мы это не рассмотрели Мы начнем оправдываться Я сказал Хорошо Мы его отложим На месяц Но при том условии Что это не меняет срок Введения этих правил Это 1 сентября 2021 года Если этот срок меняется И переходит Например на 1 февраля На 1 марта То я созову В не очередной комитет А в не очередную думу Все согласились Все закончилось Нетрудно в таком виде Пойти им навстречу Но я бы хотел Чтобы они в каком-то понимании Тоже шли навстречу И каждый момент Который там скажем Выведенного яйца Не стоит Не начинали политизировать Вчера прошло решение Которое предложила оппозиция О начале аудита В наших предпринимательских предприятиях Это было такое Ну скажем Третье чтение Я видел глаза тех Двух депутатов В оппозиции Которые это Несколько месяцев тому назад Предложили Когда Пару месяцев тому назад И когда Данис Турлайс Он тогда возглавлял Вот за эти 3 недели Финансовый комитет Как председатель дома Он сказал Вы знаете Мы это принимаем Я видел их глаза Они не понимали Что им дальше делать Явно было Предложение неполное Они его написали Будучи уверенным На 100% Что мы его не примем А мы его приняли И вот вчера Прошло Было еще одно обсуждение И вчера прошло следующее И на очень скептические вопросы Тоже вот одного из депутатов Господина Кирсиса Но скорее всего Тут не так А что вы думаете Ему объясняет Очень профессионально Директор Департамента имущества И Но видно было Он вынужден был согласиться Но ничего Нечего им было сказать И все проголосовали за Поэтому изменение работы С оппозицией Ну не надо стоять Все нам отступать некуда Москва за нами Взрываем всех Да Ни в коем случае Это не наш последний бастион Нам нужно быть умнее Гибче И тогда по крайней мере Мы снизим этот градус политизации У меня нет иллюзий Нас не будет поддерживать оппозиция Это нормальная политическая борьба Здесь не будет все Другу любить Это понятно Мы не будем так резко Вот делить Строить эту вот Берлинскую стену Да И кричать через стену Мы не Северная и Южная Корея А удастся ли сохранить Это тоже важный вопрос Я думаю Для многих наших радиослушателей Может мы знаем Что есть разные идеи Сегодняшние инициативы ТБ Весь Латвии Удастся ли сохранить Вот те же детские садики Которые реализуют Берлингвальную программу Все таки у нас город Многонациональный Конечно Сегодня мы говорили На комитете по образованию Да Можно объявить Все что угодно Что только детские сады На латышском языке Мы сами понимаем Что это процесс Никто из нас не против Чтобы наши дети Знали латышский язык И чем раньше они его знают И чем они больше будут интегрированы И чем они больше будут знать языка Это лучше Но в то же самое время В то же самое время Нам нужно понимать Что родной язык Многим детям Очень многим В детском садике необходим Поэтому я считаю Лучшее обучение Это билингвальное обучение Где кроме родного языка Есть еще латышский Кому надо Есть еще Мы знаем Во многих детских садиках Есть группа С английским языком Все это очень хорошо Чем больше языков Тем лучше Да Но не надо это делать так резко Но самая главная проблема Где эти учителя Где эти люди Которые будут носителями Латышского языка Которые будут обучать У нас катастрофическая проблема С учителями Ставок свободных В рижских школах Гораздо больше Чем в прошлом году Это как латышский Так и физика Химия Математика Буквально по всем предметам Латышский очень много Поэтому за такую зарплату Очень трудно найти воспитательницу В группе В русской Группе В русском садике Воспитательницу Латышского языка Которая могла бы с ними говорить Поэтому Здесь надо понимать Это большая проблема Как? Какая проблема? Да Нужно повышать Престиж Профессии педагога Это ключевой вопрос Может быть В завершении Не могу вас не спросить Такой важный вопрос Все-таки приоритеты Которые вы для себя Вот вступая в должность Мэра установили Потому что мы уже говорили И вы неоднократно выступали Что все вроде важно И ремонты садиков И детских садов И дороги важны И кстати Две муниципальные больницы важны Вот как вот эти вот Приоритеты расставить? Могу сказать здесь формально Такую фразу Ну Неформально Как вам сказать То что нужно обязательно сделать Я сказал слово формально Это согласно закону Обязательная программа Согласно закону Самоуправления Мы должны выполнять Обязательную программу Не очень большая доля Отводится социальным Всем функциям Поэтому здесь конечно Надо Обеспечить Социальную программу Включая пособия Мало обеспеченным И так далее Зарплаты Повышение Социальным работникам То есть вот Решение этих всех Очень большая проблема Это пансионаты Для пожилых людей Да Очереди там стоят Вот эти все Социальный блок Блок инфраструктуры Это дороги И мосты Вот это самое главное Вопросы развития города Зеленая программа Ну что я хотел сказать Самое главное Это исполнительная дисциплина Это научить Исполнительную власть Не всю Но некоторых Не ждать Что тебе скажут В понедельник Начальник политик Или руководитель бюро Что тебе делать А самим готовить Предложения Самим ставить свою позицию Быть профессионалами Да И То что я сказал С чего мы начали Я хочу создать команду Единомышленников Я не буду врать Сейчас команды нет Выборы только закончились Эту команду нужно создавать И эта команда проверяется Всегда Не в резании Красных ленточек Не в праздновании А в тяжелых И кризисных моментах Такие моменты у нас есть Поэтому я обращаюсь На самом деле К моим коллегам Работаем вместе Я надеюсь Что у нас все получится И мы вернем Доверие Рижан Пока не меря Ну около двух лет На это есть Да До очередных выборов Нет Это год Это до выборов Нам нужно сейчас уже показать Свой план Ну есть так называемые Сто дней Которые будут По-моему Двадцать седьмого Наибириад Да Где мы должны уже четко показать Что мы делаем Что мы на самом деле Не говорим О том Что мы будем говорить С людьми С рижанами А мы на самом деле Ну говоря такой фразой Пошли в народ На самом деле Мы говорим с людьми Поэтому Есть много моментов Я на самом деле Призываю вас Мы вероятно Встретимся до этого Но вот когда будет Сто дней Я думаю Что нам имеет Смысл Встретиться Еще поговорить Что же мы конкретно сделали Обязательно Олег Буров Мэр Риги Был в студии Извиняемся Если не все вопросы Смогли осветить В том числе Вот и по Ватсапу Ну я так понимаю Что Мэр Риги Будет с нами на связи И с нашими Радиосусственниками Тоже большое спасибо Спасибо Алло